Вечер суббота 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 агрономы начнут подготавливать растения к зимним холодам, а к весне планируют установить здесь топиарные фигуры. Алина Чемери с Артем Сулайманов, События. Больше зелени появилось и в Октябрьском районе. Там по инициативе жителей и районной администрации высадили липовую аллею. 85 молодых деревьев пустили корни на северо-восточном магистрале. Это самая крупная высадка за последнее время. Олеся Корецкая продолжит. Липовая аллея протяженностью почти в полкилометра. Украсить северо-восточную магистраль решили местные жители и общественники при финансовой поддержке администрации Октябрьского района. Липы неприхотливые, хорошо укореняются и растут на оживленной улице. 85 молодых деревьев выбирали еще весной. Глава района Алла Волчкова лично посетила питомник, где саженцы набирали рост почти пять лет. Мы очень рады. Почему? Потому что они красивые, потому что они ровные, потому что они уже выросли в Самарской области, а значит будут сохранены. И надеемся, что уже на следующий год они зацветут. И нам очень приятно, что вот посадка этой аллеи совпала с ремонтом этой магистрали. Сами придумали, сами посадили. Жители района активно участвуют в высадке. Говорят, сделает город красивым в наших силах. Вы знаете, это радует. Радует тому, что появляется новая жизнь, новое озеленение. Молодежь все это видит. Вы представляете, это прекрасно. И люди будут идти и радоваться, что именно в районе появилась новая аллея, новая жизнь, новое движение. Будет хорошо, будет приятно, приятно будет всем и нам, особенно проживающим гостям. Они приехали и уехали, а мы здесь каждый день. Мы должны помочь сделать сами свой город, свой район, свой двор красивым, ухоженным, благоухающим, цветущим. Липовая аллея – лишь часть совместной работы жителей и властей. Чем больше горожане взаимодействуют со своими ТОСами, депутатами и районной администрации, тем значительнее результаты. В ближайшее время наведут ЛОС к сквере Челюскинцев, а в следующем году еще большее внимание уделят дворам. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Как река влияет на жизнь города и как вернуть Самаре историческое лицо проблемами урбанистики и сохранения культурного наследия озаботились участники русско-французского форума, который прошел в областной столице. В Самаре и французском Монпелье или Париже есть общие проблемы, а значит и пути решения могут быть схожи. Материал Марины Кравцовой. Первое впечатление от Самары у гостей из Франции – великая река невероятной красоты. Город на Волге имеет необъятные возможности, уверены французы. Красотам природы должна соответствовать и архитектура. Опытом, как развивать городскую среду и при этом сохранить культурное наследие, в Самаре делились архитекторы из Франции и России. В принципе, проблемы очень похожи. Как устроить город для того, чтобы люди, которые живут в спалных районах, могли наслаждаться и быть на своем месте в городе в целом, то есть со своим наследием, со своими памятниками архитектуры, со своими культурными памятниками, чтобы они чувствовали, что город – это их. В Самаре почти 900 объектов культурного наследия и сотни уникальных домов. Исторический центр всего 3-4% территории Самары – это и есть квинтэссенция настоящей городской жизни, где особенная среда, комфортная для горожан, считает архитектор Сергей Малахов. Но и жители здесь должны быть настоящими хозяевами своих домов. Очень важно было понять, что одним из ресурсов подобного метода развития города является внутренняя инициатива жителей. То есть до бесконечности вкачивать бюджетные деньги в реконструкцию исторической среды – это просто нереально. Задача номер один – найти инвесторов, которые готовы вкладываться в сохранение наследия. Впервые за долгие годы в Самаре бизнес заинтересовался историей. Практика показывает, что реализация этих проектов и привлечение инвесторов на эту реализацию – это самая трудная часть в этом процессе. Мы впервые тоже, пожалуй, за последние годы увидели отклик среди инвесторов и застройщиков в деле приведения объектов культурного наследия в надлежащий вид. На одном из круглых столов форума обсудили роль университетов в развитии города и сохранении культурного наследия. Университеты должны быть включены в городскую среду, уверены урбанисты из Франции. В Самаре есть примеры, когда корпуса вузов расположены в исторической части города и даже в памятниках архитектуры. В этом году приступили к реконструкции здания бывшего поземельного банка на улице Куйбышева. Одного из корпусов – сам ГТУ. Архитектурный памятник восстанавливают и к гранату мира 2018 года. Планируется, что только по программе капремонта в порядок приведут три сотни таких домов. Марина Красцова, Максим Гусев, События. В Красноглинском районе разыскивают хозяина квартиры, который без согласования провел перепланировку. Новый сосед в доме 30 по улице Сергея Лазо разобрал оконный проем, чтобы открыть магазин на первом этаже. В результате повреждены несущие конструкции, что отразилось на техническом состоянии всего строения. Материалы направлены в правоохранительные органы. Старый кирпичный дом снова начал давать трещины. Если не принять срочных мер, последствия могут быть непредсказуемыми. В ситуации разобрался Олег Зверев. Вот, смотрите, перекосила дверь так, что она не закрыта. Чувствуете? Ревмира Иларионовна каждый раз заходит в свою старенькую квартиру с опаской. В последнее время дом снова пошел трещинами. Щели появляются на потолке и на несущих стенах. Трещин полно почти что во всех квартирах, и они опасны для проживания. Особенно вот этот почему-то четвертый подъезд. Жители дома номер 30 по улице Сергея Лазо считают, что на техническое состояние дома повлияли магазины на первом этаже. Свежие трещины в конструкции стали появляться после того, как новый сосед, хозяин жилого помещения, без согласования с властями провел перепланировку. Вероятно, чтобы открыть очередную торговую точку. А в результате повредил монолитный пояс, которым дом был стянут по периметру. Его установили при капитальном ремонте в 2013 году. Изначально дом был построен в 1957. За 60 лет строение обветшало, и стяжка стала единственным способом сохранить дом. Теперь конструкция нарушена. Возникает сейчас вопрос в связи с тем, что вот собственник данной квартиры, скажем так, нарушил конструктивную особенность данного дома. И возникает вероятность именно вот аварийного состояния. Жители рассказывают, что даже не заметили, как сосед успел разобрать проем. Ночью был слышен строительный шум, а с утра как гром среди ясного неба. Известие о повреждении монолитного пояса поступило в районную администрацию 30 сентября. Владелец этой квартиры, который произвел самовольно переустройство и сделал выход в оконном проеме, не обращался в администрацию Красноглинского района по переводу из жилого помещения в нежилое, хотя это является основанием для всех работ по производству вот этой входной группы. То есть все действия произведены самовольно. В настоящее время администрации подготовлен запрос в государственную жилищную инспекцию по Самарской области, по компетенции, это как раз их вопрос. В отдел полиции установить личности, кто произвел эти работы, и в прокуратуру Красноглинского района. Установить личность – ключевое слово. Дома его нет, да и жить здесь, скорее всего, он не собирался. Не удалось найти хозяина и съемочной группе событий. Сейчас первоочередная задача – найти хозяина квартиры и призвать к ответу. Он должен восстановить стяжку и заплатить административный штраф. Но данные правонарушения могут быть квалифицированы как порча общедомового имущества, а значит, собственнику квартиры может грозить уголовная ответственность. Восстановить дом в прежнем виде вряд ли получится, а у жителей свое мнение про нового соседа. Судить, что нужно. Судить и пусть восстанавливают. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Не было счастья, да несчастье помогло. В доме на проспекте Металлургов, с которого минувшей зимой обрушился балкон, начался капитальный ремонт. Работы были запланированы через пять лет, но обстоятельства заставили изменить планы. Напомню, ЧП произошло в конце февраля. Балкон, который уже находился в аварийном состоянии, не выдержал веса снега, скопившегося там и рухнул с четвертого этажа. Как обстоят дела сейчас, расскажет Олеся Корецкая. Дом номер 12 по проспекту Металлургов. В конце зимы здесь обрушился балкон. По счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас дом в строительных лесах. Начинается капитальный ремонт фасада дома с восстановлением демонтированных балконов и тех, которые находятся в аварийном состоянии. Пока идут подготовительные работы. Подрядчик проводит обследование аварийных мест. Вновь восстанавливаться точно будет три балкона. Демонтироваться минимум четыре и вновь восстанавливаться. Десять балконов будет усиляться, остальные просто ремонтироваться. Изначально ремонт фасада в доме был запланирован на 21 год. Но после падения балкона активные жильцы решили процесс ускорить. Обратились в управляющую компанию, районную, городскую администрации, областное правительство и фонд капитального ремонта. Было принято решение восстановить фасад раньше, чем планировали. Закончить работы подрядчик обещает к декабрю. Дом строили в 50-х годах прошлого века. После восстановления фасада нужно добиваться капитального ремонта самого здания, говорит старшая по дому Ольга Широкова. Предстоит переделать водостоки, канализацию, проводку, перекрытие. Чтобы дело двигалось, нужно активное участие всех жильцов. Некоторые решения можно принять только на общем собрании. Однако люди заняли выжидательную позицию и даже на встречу с подрядчиком не вышли. К сожалению, к сожалению, жильцы вкладывают деньги, а в содержание жилья не желают. Хотя это также неправильно. Потому что дома необходимо ремонтировать, необходимо содержать в надлежащем порядке. Мы будем следить за развитием темы. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, События. Самарские полицейские почтили память своего коллеги, героя России Магомеда Нурбагандова. В начале июля он был убит боевиками, отказавшись нарушить присягу. Подробности его гибели стали известны меньше месяца назад, когда сотрудники ФСБ в ходе спецоперации уничтожили террористов и у одного из них нашли смартфон, на который боевики снимали расправу. На торжественном построении в память о поступке лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова побывала Алина Чемерес. Эти кадры уже видела вся страна. Дагестанский полицейский Магомед Нурбагандов в плену у боевиков. Его поставили на колени, но заставить изменить присяги не смогли. Скажи, скажи. Что сказать? Работайте, братья. Когда я смотрел этот ролик, у меня в груди защемило. То есть это, несомненно, был геройский поступок. Хотя он знал, что даже несмотря на то, что он сказал эти слова, он знал, что его все равно убьют. Поступок Магомеда Нурбагандова стал примером для всех российских полицейских. Самарские коллеги почтили память героя минутой молчания. На торжественном построении сотрудники полиции и общественники. Акция памяти проходит в Ленинском районе города. В боевых действиях это одно дело, когда человек с оружием защищаясь и может какой-то совершить поступок. Здесь же человек неожиданно был захвачен в плен, но честь свою и присягу, которую он давал в служении Родины, он не опозорил. И даже больше того, он призвал всех практически бороться с этим бандитизмом. Слова героя России Нурбагандова «Работайте, братья» стали девизом сотрудников полиции, с которым они каждый день будут выходить на службу. Последние слова Магомеда Нурбагандова теперь на наклейках. В Самаре их напечатали более тысячи экземпляров. Такие выпускают по всей стране, расклеивают на патрульные машины, как на путстве ныне работающим полицейским. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Рак молочной железы – такой диагноз поставили 15 тысячам женщин Самарской области. Эта цифра неуклонно растет с каждым годом. Для информирования горожан об онкологических заболеваниях Союз Женщин Самары организует массовые профилактические акции. На них можно пройти обследование у узких специалистов и сдать анализы. Вопросами женского здоровья обеспокоился и Андрей Горгуленко. На Илья Чубаркина терпеливо ждет своей очереди. Узнав про акцию, пришла проверить себя и убедиться, что все в порядке. Ведь к вопросу своего здоровья подходит основательно. У меня двое детей. Я бы хотела быть всегда здоровой мамой, здоровой женой. И поэтому хочу знать, что со мной все в порядке. Жители могли проверить работу сердца, измерить холестерин и сахар в крови. Желающие могли привиться от гриппа. Ну а самое главное – бесплатная консультация у онколога. Всех желающих будут осматривать высоко квалифицированные специалисты и доктора онкологического центра, давать свои рекомендации. Если потребуются дальнейшие дообследования, то непосредственно отсюда будут даны направления на дообследование и если понадобится и лечение. Акция в областной библиотеке привлекла внимание к проблеме рака молочной железы. При ранней диагностике шансы вылечиться увеличиваются. Но многие женщины не находят время для профилактического осмотра у врачей. А другие даже боятся показываться специалистам. Наша задача как раз нашего отделения медицинской профилактики – устранить у женщины вот этот вот страх и призвать всех женщин более внимательно относиться к своему здоровью. И заболев, женщина больше потратит время на хождение по больницам. Поэтому лучше один раз прийти и пройти профилактический медицинский осмотр. Самарский союз женщин неоднократно выступает организатором профилактических акций. Каждый раз свое здоровье приходит проверять больше двухсот человек. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. 5 октября вся Россия отмечала День учителя. В канун праздника в Самаре прошло торжественное собрание. Педагогическое сообщество поздравил глава города Олег Фурсов. Самара признан научный центр страны и в этом особая заслуга учителей. В торжественной обстановке лучшим вручили награды. Олег Зверев познакомился с лауреатами. Научить так, что было у кого потом учиться. На уроках информатики крылатые фразы звучат особенно актуально. И поэтому принцип устроит свою работу Андрей Сметанников. Он преподает IT-технологии в медико-техническом лицее. А в канун Дня учителя награжден нагрудным знаком почетный работник общего образования России. Хотелось бы идти этим путем, чтобы полезно что-то принести в головы, в души своих учеников. Торжественное собрание к Дню учителя в Самаре прошло с послевкусием только что завершившегося всероссийского конкурса. Городскому педагогическому сообществу. Еще только предстоит оценить все плюсы того, что именно здесь проходил финал Учителя года. Самарская система образования достойно показала себя. И это оценили в высшем руководстве страны. На следующий год мы планируем подать заявки на строительство новых школ в городе Самара. Пять проектов, которые могут претендовать на реализацию за счет средств федерального бюджета. Задача стоит стратегической важности. Нужно продолжить традиции освоения космоса. Ведь именно Самаре выпала миссия покорения внеземного пространства. Мы сейчас очень много делаем для того, чтобы вот этот статус космической столицы поддержать и в глазах, и в сознании родителей, и школьников. Потому что действительно целый ряд мероприятий направлен на то, чтобы дети еще раз проявили бы интерес к инженерным профессиям. А успех в итоге зависит от того, кто скромно и профессионально делает свое дело. И каждый год 5 октября отмечает профессиональный праздник. Вы блестящий учитель, запомните это. Мировая премьера в Самарском литературном музее. Так в шутку артисты назвали спектакль «Молоко» по пьесе Екатерины Мавраматис. Эта постановка выходит за рамки жанра, в котором работает классический театр. В Самарском уместном театре спектакль собрал аншлаг. На вечер современной драматургии пришло даже больше зрителей, чем может вместить зал. Олег Зверев тоже оценил творческий эксперимент. Почти вдвое больше зрителей смог вместить в камерный зал литературного музея, чем он рассчитан. Размещать пришлось как придется. А многие и вовсе смотрели стоя. Но в этом и прелесть у местного театра, в котором уместно все. То, что называется не формат для классической сцены, на этих подмостках воспринимается на ура. Группа молодых актеров и новаторов составила основу театра, открытого для самого смелого творческого эксперимента. Мы так или иначе действуем, продвигаем современную драматургию. Не замечаем, не делаем виду, что ее будто бы не существует, потому что она существует. Мы живем в этом времени, мы должны его чувствовать, понимать. И время должно нас понимать. И театр должен искать какой-то общий язык со зрителем все-таки. Сегодняшний спектакль сами артисты в шутку называют мировой премьерой. Пьеса Екатерины Мавраматис «Молоко» еще не ставилась нигде и никогда. Ее читали на сценах Москвы и Петербурга, а сам текст попал в шорт-лист литературного конкурса «Первая читка». Жанр постановки так и назвали, между читкой и спектаклем. Главная героиня выносит на своих плечах все безумства мира. И спасает мир, где в школе недолюбленные дети, дома пингвины и в лесу неспокойно. Эксгибиционист-мамолог. Эксгибиционист-психолог. Актриса Анастасия Карпинская считает, что ее героиня самый нужный человек. Ведь именно благодаря таким женщинам мир сохраняет спокойствие. Мне симпатично тем, что она не агрессивна, то, что она умеет найти выход из любой ситуации, причем выход найти грамотно. И вот, в принципе, так она и существует по жизни, поэтому именно ей, наверное, дается такая возможность спасти этот мир. Именно женским способом. В этом сезоне это уже второй вечер современной драматургии, который проводит у местный театр. Творческий настрой таков, что впереди еще немало подобных вечеров и спектаклей, которые невозможно поставить на сцене классического театра. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. В Самаре растет интерес к генеалогии. По данным социологов, поиском родословной интересуется примерно 25% населения. Тем более на помощь приходят современные технологии. Данные из архива оцифровываются и выкладываются в общий доступ в интернет. Что можно найти в архиве, выясняла Олеся Корецкая. Откуда есть пошла моя семья? Этим вопросом Леонид Корецкий, а по совместительству мой супруг, занимается давно. Постоянно тормошу своих бабушек, дедушек, которые еще были, еще кто-то жив. Записываю за ними и постепенно получается какая-то картина. Некоторые факты даже очень интересные оказались. Рассказы о предках, фото и документы заносят в специальную компьютерную программу по типу электронной картотеки. Там же составляет генеалогическое древо. Государственный архив обратился, когда след прапрадеда затерялся во временах раскулачивания. Есть там какие-то фамилии, что-то я знаю, где они родились, где жили. Немножко знаю их статус. Но где копать и как можно узнать какую-то информацию. За 30-е годы можно найти дела о расплачивании самостоятельных исследований в читальном зале. В Государственном архиве Самарской области хранится информация с момента образования губерний в 1851 году. Здесь есть метрические книги с записями о рождении, смерти, браке жителей губернии, а также переписи населения для налогообложения. Так называемые ревизские сказки. В метрических книгах и ревизских сказках содержится минимум информации. Данных больше, если предок входил в высокое сословие или сделал что-то значительное, хорошее или не очень. Книги находятся в хранилище. Их нужно заказывать через картотеку фонда. Информация доступна каждому. Нужно только записаться. Найти следы своей родословной по одной фамилии невозможно. Нужно знать хоть какую-то дополнительную информацию. Девичью фамилию у женщин, место рождения, сословную принадлежность, место службы для военных. В помощь соискателям электронная библиотека с оцифрованными архивными данными. Оцифрованы именно те документы, по которым можно составить как раз древо. То есть это записи о рождении, смерти и браке и ревизские сказки, где полностью по семейной списке выложили. Поиски родословной занятия кропотливые. Кто не может и не хочет искать сам, обращается к профессионалам. В частный историко-исследовательский центр. Специалисты помогают самарцам в поисках своей родословной. Составляют генеалогическое древо, восстанавливают биографии, занимаются военными историями и геральдикой. Специфика исследований такова, что приходится обрабатывать огромное количество материала. Если брать по генеалогии, источники по одному населенному пункту, допустим, они могут находиться в разных архивах. Что также сопряжено с командировками, дополнительными временными и трудозатратами. Интерес к генеалогии в Самаре набирает популярность. Люди часто заказывают подарочные варианты оформления семейного древа. И просто ищут информацию о семье, чтобы не забывать свои корни. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. Вот такой запомнилась нам прошедшая неделя. А я желаю вам отличных выходных и побольше хороших новостей. Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА